Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Месяц назад мы приготовили сырок вот такой вот булет Дайвен. Помните, он были такие красные конусы. И когда мы его готовили, часть мы продегустировали сразу. А вторую часть, в этот сырок мы добавляли пенициллином кандидиум плесень. Но это как бы по рецепту. И вторую часть оставили на выдержку на месяц. Через месяц у нас получились вот такие вот конусы. Три дня назад Лариса взяла темное пиво, портер, взяла мочалочку и плесень вот так вот промокнула пивом. То есть плесень была вообще такая, она полностью покрывала сырок. В результате, ну сейчас я покажу крупным планом. В результате он стал такой немножко оранжевенький. То есть он был полностью белый, а вот сейчас вот стал немножко оранжевенький. С потрясающим запахом. Такой классный орехово-грибной запах. Я вам вообще передать не могу. Давайте его разрежем и, собственно говоря, это дегустация, забыл сказать. Мы дегустируем булет Дайвен с выдержкой один месяц. Ингредиенты для приготовления этого сыра мы покупали в интернет-магазине сырок.com.ua. Приготовили сырок и, как бы, рецепт теперь вы тоже можете найти на сайте интернет-магазина сырок.com.ua. То есть они опубликовали наш рецепт и теперь также можно купить сразу же готовый набор ингредиентов для этого сыра. Слушайте, сыр настолько потрясающий. Давайте сейчас покажу крупный план и будем пробовать. Посмотрите, какая красотуля получилась. Вот так он выглядит снаружи и вот так вот он выглядит на разрезе. Ну, спешу рассказать вам про то, какой он вкусный. Если вы смотрели видео о приготовлении этого сыра, мы подробно показывали рецепт в предыдущем видео. В общем, ссылку вы найдете в описании этого ролика. Вот. То мы 4 вот эти вот пирамидки с Ларисой оставили себе свежих, а 5 пирамидок оставили на вызревание. И так получилось, что мы уезжали недельки на 2-3 и одна пирамидка у нас осталась в холодильнике. Я ее вчера увидел и попросил мне ее там на какой-то полудник, в общем, порезать. Говорю, Ларис, давай перекусим, посмотрим, что получилось. К сожалению, мы его, друзья, съели. То есть этот сыр немножко другой. Он остался достаточно мягкий. Тот, который лежал в обычном холодильнике, на нем не выросла плесень, потому что температура очень низкая. И он высох. Он получился тоже такой бомбезный. В общем, этот у нас созревал при влажности 80% в контейнере, поэтому порос плесенью. Также можно оставить булет Дайвен на созревание в обычном холодильнике. Но это будет немножко не совсем созревание, это будет именно высыхание. Он высыхает и получается настолько пикантный, классный вкус. А сейчас мы с Ларисой попробуем этот и попытаемся рассказать вам, что у нас получилось. Но я практически уверен, что... Мы его не пробовали еще. Я практически уверен, что получилось очень вкусно, потому что сам по себе сыр очень такой... Ну, очень пикантный, очень классный. И он простой в приготовлении. Реально его нечего делать. Ну, вот запах. Немножко запах похож на камамбер, да? Ну, потому что здесь плесень... Да, потому что пенициллинум, кандидиум. Такая плотная корочка плесени. Ну что, расскажи, какой на вкус. Ты знаешь, это рассказать просто невозможно. То есть, это надо попробовать. Он и остренький, он и вот эти вот специи, которые мы добавляли, они очень хорошо чувствуются. Причем они раскрылись полностью. Сыр не твердый. Он довольно-таки пластичный. То есть, он не крошится, да. Но тем не менее, он не маслянистый. То есть, он не мажется. Слушай, Анат, твое мнение, что дало созревание? Улучшение вкуса какие-то? Ну, вот что дало созревание в месяц? Плюс то, что он покрылся белой блесенью. Ты знаешь, это получились у нас три разных сыра. То есть, совершенно разные. Абсолютно разные. Ну, давайте я попробую тоже. Ты попробуй и тоже скажи свое мнение. Это просто взрыв вкуса. Это действительно Лариса правильно говорит. Передать это невозможно. Запах похож на камамбер. Вкус похож на бельпер к ноле. Причем на молодой. На молодой, да. Ну, это нечто. Очень вкусно. По-моему, этот сыр можно тоже у нас... Конечно, надо составить рейтинг сыров. Но это очень сложно. Мы их уже столько перевалили. Некоторые варим постоянно. В частности, бельпер к ноле варим постоянно. Вот этот сыр у нас тоже, я чувствую, он станет таким повседневным сыром. Еще, ну, его очень сильное, ну, как бы преимущество приготовления этого сыра. Он легкий рецепт. И этот сыр вы не купите в магазинах. То есть, он у нас не продается. Он не экспортируется. Нет. Ладно. Спокойствие. Да, я не буду резать. Он реально очень вкусный. Друзья, вот такая вот дегустация. Напомню, все ингредиенты в интернет-магазине сырок.com.ua. Текстовый рецепт тоже можно скачать теперь уже с сайта интернет-магазина сырок.com.ua. Ну, и как бы под видео приготовления тоже найдете текстовый пошаговый рецепт. Сыр готовится... Практически никакого специального оборудования не надо. Только желание и немножко времени. Но с ним мороки никакой. То есть, ни нарезки, сгустка. Ну, практически ничего. Приготовил, отсыдил, слепил эти пирамидки. Не пирамидки, конуса. Практически все. Попробуйте приготовить. Попробуйте тремя способами. Первый, свежий. Свежий, самый простецкий. Я вам так скажу. То есть, вот свежий, он простецкий. Он вкусный? Он вкусный, да. Но по сравнению с тем, который полежал просто в холодильнике месяц, стал таким достаточно сухим. То есть, он ближе подходил уже по консистенции к твердому или к терочному сыру. А вот это, это вообще, это бомба просто. Реально, это плесень решает. Так что, пробуйте готовить. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А мы готовим для вас новые классные сыры. Всего доброго. Пока. Пока.